Друзья, сегодня по многочисленным просьбам мы открываем очередную страницу «Черной книги животных». Для тех, кто еще не знает, это почти как «красная книга», куда занесены большинство современных животинок только с теми видами животных, которых уже не вернуть, и остается лишь помнить о них. Ну а сегодня мы открыли «Черную книгу животных» на странице с царем зверей. Встречайте пещерного льва, вымерший подвид львов, населявший в эпоху листоцена Европу и Сибирь. Да, в России тоже жили львы. Вообще выделяется несколько подвидов листоценовых львов. Американский пещерный льв был распространен в Северной Америке от Канады до Перу в эпоху листоцена. Вымер примерно 10 000 лет назад. Иногда американского и пещерного львов считают отдельными видами, но последние филогенетические исследования показывают, что обе формы — это подвиды льва. Американский пещерный льв был одним из крупнейших подвидов льва. Длина тела составляла от 1,5 до 2,5 метров, а вероятная масса тела — до 250-300 кг. Наличие гривы сомнительно. Следующий вид, известен как мазбахский лев, обитал 500 тысяч лет назад. Окаменелости этого животного найдены в Германии и Италии. По размерам был сходен с американским львом, и наш сегодняшний гость известен как пещерный. Европейский пещерный и евразийский пещерный лев был распространен в Евразии 300 000-10 000 лет назад. Этот подвид известен по наскальным рисункам времен Палеолита, изображением на слоновой кости и глиняным фигуркам. Сохранившиеся изображения позволяют установить, что у пещерного льва были оттопыренные уши, хвост с кисточкой, возможно, небольшие тигровые полосы. Самцы имели слабо выраженную гриву вокруг шеи. А может, он эволюционировал во морского тигра? Шутка. Ну а в каждой шутке есть доля шутки. Из-за своего огромного ареала обитания пещерный лев даже обзавелся под видами. Например, выделяется восточносибирский пещерный лев, который мигрировал по сухопутному соединению между Аляской и Чукоткой. Пещерный лев является одним из наиболее крупных представителей семейства кошачьих всех времен. Ранее его статус был не до конца ясен, но сегодня его считают четко отличаемым под видом современных львов. Впервые был описан немецким врачом и естествоведом, нашедшим череп пещерного льва в горах Баварии. Великие умы считают, что первобытные люди, которые осваивали пещеры и делали из них жилье, часто встречались с пещерными львами. Об этом свидетельствуют многочисленные наскальные рисунки, на которых был изображен зверь, внешне очень напоминающий современного льва. Но что интересно, на рисунках у львов не было гривы. Это говорит о том, что она либо вовсе отсутствовала, либо была развита очень слабо. Хотя может быть и такое, что первобытные люди встречались исключительно с самками или, к примеру, с молодыми львами. Но ученые все же склоняются к тому, что у данного подвида львов гривы попросту не было. Пещерные львы вымерли примерно 10 000 лет назад, что относительно немного, поэтому вопрос о причинах их вымирания остается открытым. Пещерные львы были очень крупными кошками, крупнейшими из всех некогда существовавших. Но кроме американского пещерного льва, тот, предположительно, был немного крупнее. Взрослый самец пещерного европейского льва мог достигать высотой в холке полутора метров. Длина тела составляла более двух метров. Ученые установили, что в среднем пещерные львы были примерно на 10% крупнее современных африканских львов. Несмотря на название, пещерный лев на протяжении своей жизни навещал пещеры редко. В отличие от пещерной гиены и пещерного медведя, он лишь изредка использовал их как уединенное убежище, которое было необходимо главным образом больным старым и ослабленным особям. Так как они в пещерах еще и часто умирали, то останки представителей этого вида сохранились в основном в пещерах. Отсюда и название. По некоторым исследованиям пещерные львы в основном охотились на олени и иногда на пещерных медведей. То есть их диета не отличалась разнообразием, в отличие от их современных сородичей, которые нападают практически на все, что движется. По мнению этих исследователей, подобное однообразие диеты могло послужить причиной вымирания. Так как 19 тысяч лет назад началось потепление климата, олени вместе с пещерными медведями стали постепенно исчезать. Как следствие львы лишились основного источника пищи и тоже стали вымирать. Кстати, именно от евразийского подвида произошли азиатские и африканские львы, которые ныне являются теплолюбивыми животными. Ученые полагают, что пещерные львы имели аналогичные с их нынешними родственниками повадки. Например, пещерные львы жили прайдами, в которых был один самец, ложак, несколько самок и их львята. Самец выполнял функцию защиты прайда, а также являлся отцом всех детенышей в стае. Также вывод о том, что пещерные львы жили прайдами, можно сделать из наскальных рисунков. Там изображено, как группа львов преследует добычу оленя, носорога или лошадь. У современных львов нет конкретного периода размножения. Самец просто оплодотворяет всех своих жен, когда те, конечно, согласны. Такое же положение дел имело место быть в прайдах пещерных львов, хотя есть ряд внешних нюансов. Например, климат. Некоторые пещерные львы жили в условиях холодного климата, когда есть определенный отрезок времени с поздней весны до окончания лета, когда различные аспекты более благоприятны для воспитания детенышей. Вероятнее всего, восточно-сибирские пещерные львы имели все-таки брачный период, который начинался весной, а их ближние южные собратья размножались на протяжении всего года как африканские львы. Им ведь тепленько. Сложно сказать, сколько особей насчитывал прайд пещерных львов. Останки свидетельствуют, что это, как правило, 10 самок, 1 самец и от 10 до 20 подрастающих львят разного возраста. Поскольку пещерный лев был одним из крупнейших хищников своего периода, естественных врагов у него было немного. Однако помимо голых обезьян с копьями, на пещерных львов могли охотиться пещерные медведи. Очень крупные древние хищники, значительно превышающие в размерах современных медведей. Пещерные медведи могли конфликтовать с пещерными львами из-за смежного ареала охоты. К тому же, медведи, как и львы, охотились на гигантских оленей и лошадей. Поэтому столкновение этих двух хищников в процессе охоты очень даже вероятно. При этом прайд пещерных львов был также опасен для пещерного медведя, как и он для них. Ну а основной причиной вымирания этих не очень древних больших котиков, как я уже сказала, было исчезновение кормовой базы пещерных львов. Вместе с климатическими изменениями исчезали природные зоны, в которых жили гигантские олени, яки и другие животные, которыми и питались пещерные львы. А как Вы думаете, кто все-таки был сильнее, пещерный лев или пещерный медведь? Это примерно как амурский тигр и современный бурый медведь? Пишите свое мнение в комментариях. Также обращаю Ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку-росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Скальную находку ученые обнаружили в Абыйском районе, детеныша пещерного льва. Останки хорошо сохранились за счет того, что все это время находились в толще вечной мерзлоты. Изучение ДНК покажет сходство и различия древних ископаемых с современными львами, так как видовой вопрос очень спорный. Кроме того, по анализам оставшегося молока в желудках детенышей можно будет определить рацион львиц.